У нас сегодня на Плевецке глава про необходимость «Проблемы интеграции для необходимости» из книжки Пикока. Вот, самая большая глава, кстати, так что это явно не последний мой доклад по ней, потому что я тут намеренно включу не все, чтобы сильно не растягивать. У нас сегодня будет много таких технических подробностей и вспомогательных понятий, которые Пикок использует для того, чтобы выстраивать, как ему кажется, дискурсию необходимости правильно. Он ставит перед собой задачи. По словам Пикока, проблема интеграции для метафизики и пессимологии необходимости стоит остро, потому что одним из самых влиятельных подходов, взглядов на модальность, является модальный реализм типа Льюиса. И Пикок ставит задачу разработать такую стратегию понимания необходимости, при которой истинность утверждений, которые бы включали необходимость, она не определялась бы ментальными состояниями их выражающих или какой-то формой конвенции, но при этом, чтобы объективность достигалась не путем доступа к какой-то недостижимой реальности. Как это происходит в случае модального реализма. И разработка соответствующих условий истинности, она должна сопровождаться теорией понимания этих самых условий истинности. Ну, то есть, в чем и состоит проблема интеграции, как он ее еще вначале обозначает. При этом он, понятное дело, выступает против модального реализма, но также он выступает против эрозоцизма, потому что, как известно, помимо модального реализма Льюиса существуют более умеренные взгляды, которые называются эрозоцизмом, причем, кажется, это название дано самим Льюисом на эти взгляды. Вот в книжке «On the Plurality of Worlds». Насколько я помню, Сталнакер и Адамс вроде себя так не характеризовали. Именно Льюис их так назвал. Ну, грубо говоря, их позицию можно рассматривать как разработку взглядов на возможные миры самого Грибке, который, как известно, модальным реалистом не был. Хотя взгляды Адамса и Сталнакера, они между собой различаются. Вообще, что общего для позиции, которая обозначается как эрозоцизм, это то, что эрозоцисты вместо разговоров о возможных мирах предпочитают говорить о некоторых субститутах возможных миров. Ну, грубо говоря, они не постулируют реальность возможных миров, они постулируют реальность каких-то других объектов. Вот в случае Адамса постулируется реальность максимально непродивчивого множества пропозиций, как абстрактных объектов. А в случае Сталнакера это максимальное положение дел, которое состоит из индивидуумов и отношений между ними. И по мнению Адамса и Сталнакера разговор о возможных мирах в таком ключе легитимен, но, как признается сам Сталнакер, у нас есть некоторые недостатки. Одним из недостатков это отсутствие редукционистского взгляда на модальность. По словам Грибека, есть еще одна важная проблема, которая состоит в том, что не очевидно, как какой-либо из различных дошедших до нас рассказов о понимании более примитивных выражений, он обеспечивает модель какого-то приемлемого исследования к делу. То есть, если мы хотим обеспечить какую-то точную, достоверную трактовку, концепцию необходимости или возможности, эрцицизм не дает ответа на эти вопросы, на которые дает ответ модальный реализм, но, по словам Грибека, метафизика является недостижимой. У нас не совмещаются должным образом метафизика и эпистемология. Вообще, потому что некоторые примитивные понятия требуют, чтобы какие-то рассуждения, которые включали бы эти примитивные понятия, были надлежащим образом вызваны обладанием содержания, которое высказывается. Ну, например, наблюдательное понятие в такой круг входит, а вот понятие метафизической необходимости не входит. И ПИХ подчеркивает, что как бы мы вообще могли трактовать метафизическую необходимость? Ну, первое, что мы знаем, это то, что модальные утверждения не могут быть объединены каузально. Любая концепция, которая частично индивидуирована фактом того, что определенные суждения, которые с ней связаны, она является реакцией на ее воплощение. И, видимо, это не концепция метафизической необходимости. Ну, и что еще важно, вот отчетливо модальный характер концепции, он не может иметь в своих источниках такого рода причина средственных связей. То есть трактовка через каузальность, в общем, просто объяснить их нельзя, в отличие от каких-то фактов эмпирических утверждений. Возможно, трактовка понимания через логические константы. То есть условие для понимания какой-то логической константы, оно может даваться через понимание определенных правил, там, введения или исключения, которые с ней связаны. Но если брать правила вывода для необходимости в какой-то конкретной модальной системе, то они далеко не однозначно удовлетворяются то, что Пика хочет разработать как какую-то претеоретическую концепцию метафизической необходимости. Например, эта же модальная система может быть описана, точнее, в качестве своих условий она выписывает те аксиомы и правила вывода, которыми должна удовлетворять какая-то трактовка понятий доказуемости. Понятно, что различные понятия доказуемости у них будут свои отличительные аксиомы, потому что есть несколько разных модальных систем аксиом, которые трактуют модальность как доказуемость. Но при этом они будут отличать их от какой-то метафизической необходимости при условии построения соответствующей модальной системы. То есть, в принципе, можно было бы разработать какой-то подход, при котором метафизическую необходимость мы характеризовали бы как, допустим, самый слабый оператор, который отвечает каким-то условиям, таким аксиомам и правилам вывода. Но Ихак выдвигает на это несколько возражений. Во-первых, он хочет найти общее понимание метафизической необходимости, как раз исходя из которого можно выводить... Принципы продублировались. Да, можно выводить какие-то, в общем, аксиомы, связанные с модальностью в той или иной системе. Вот, как я уже говорил, нужно какое-то преотеоретическое понимание необходимости, вот как раз из которого и мы могли бы устанавливать валидность того или иного правила вывода, включающего модальность. Ну, то есть, необходимо какое-то понимание, которое у нас есть до того, как мы вообще берем какие-то аксиомы правила вывода, и уже исходя из этих аксиом, точнее, исходя из этого понимания, мы смотрим на аксиомы и правила вывода и говорим, удовлетворяют ли они или нет. Причем не просто удовлетворяют, мы каким-то образом должны устанавливать валидность тех или иных правил вывода, исходя из того, преотеоретического понимания. Ну, и при условии совпадений, понятии доказуемости и необходимости, у нас вопрос все еще не остается закрытым, потому что сказать, что пропозиция недоказуема, не значит сказать, что она истинна во всех сложных мирах, это значит сказать, что истинна становится каким-то особым образом. То есть, нам не хватит того, что мы найдем какую-то систему модальную, которая характеризует, интерпретирует модальность как доказуемость, и скажем, что вот такая система, в принципе, подходит для трактовки метафизической необходимости, потому что этого, в общем, нам не будет достаточно. Вообще, как известно, семантически оператору необходимости, он ведет себя как кванта всеобщности. И Пикок говорит, что есть смысл просто попытаться прояснить одно через другое, потому что метафизическая необходимость это и в том, что там оператор, какой-нибудь, не знаю, оператор N, таков, что оценивая N, P, где по этой пропозиции, мыслитель берет на себя какое-то обязательство, что при любом возможном положении дел у нас выполняется особо этой пропозиции. И вот эти возможные положения дел, они не обязательно должны быть вещами того же рода, что и актуальный мир, то есть это не увлечет модальный реализм в стиле Льюиса, но представляется, что мыслитель, он может удовлетворять предложенную свое понимание только в том случае, если у него уже есть какое-то понятие возможности. То есть это такая ситуация, она как бы заставляет мыслитель отказаться от своего принятия необходимых, что P. И получается, что у человека, который об этом думает, у него должно иметься некоторое представление о том, какие характеристики положения дел являются соответствующими контрпримерами утверждения необходимости, а какие не имеют значения, если мы хотим что-то говорить про понятие необходимости. Но если мы принимаем понятие необходимости, допустим, принимаем понятие возможности как должное, то как можно объяснить, не возвращаясь к чему-то еще, что включает в понимание нами необходимости. То есть попытка объяснить необходимость через возможности или наоборот. Если бы нам позволили принять понимание возможности как таковое, как данное, мы могли же с тем же успехом определить необходимости в терминах возможности. Но вообще такая вот передача времени и объяснений между понятиями необходимости и возможности – это не ответ на вопрос о природе понимания каким-то объяснительным образом. То есть ничего не дает. Можно, конечно, возразить, что если мы просто интерпретируем необходимость как какой-то модальный оператор, может нам больше ничего и не нужно, зачем нам еще чем-то необходимость фундировать. То есть если убеждения от другого человека о потребности додикаются методами, которые мы признаем и которые, применяясь нами, дают нам знание необходимости, то другой человек эту необходимость он также вроде знает и понимает, о которой мы сами ведем речь. Почему нам вообще стоит требовать чего-то большего? И на этом можно высказать следующее выражение, которое высказывает Пигмин. Во-первых, все это делалось для того, чтобы спросить, а достаточно ли наших методов достижения модальных убеждений, чтобы дать нам право на то, чтобы верить в их содержание. И если это так, то почему? Он говорит, что этот вопрос обычно игнорируется теми, кто представляет себя такую позицию, что, дескать, необходимость не нужна ничем другим фундировать. И вообще для ответа на этот вопрос имеет значение, является ли модальный реализм или вообще какая-то другая форма трактовки понятия необходимости и возможности, может, какая-нибудь антиреалистическая, в принципе, правильнее. Ну и задача объяснения понимания и пессимологии необходимости, они вообще не предполагают какого-то редуктивного объяснения значения и содержания. И да, для того, кто считает, что понятие индивидуировано его условием владения, в некоторой степени в редуктивном смысле состояние владения, он отсылает на вторую главу, где он это подробно объясняет, и вот как раз что касается состояния владения. Но эта позиция по понятию индивидуации, она не является обязательной для того аспекта, про который идет речь. То есть если объяснение роли понятия мышления никогда не может исчерпать того, что связано с его идентичностью, все равно можно задавать вопросы. Вот какова была бы природа нередуктивного объяснения, что связано с пониманием разговоров о необходимости. Какое объяснение истинности для модальных утверждений с этим объяснением сочетается. И как модальное знание было бы возможно, если бы вы нашли правильное объяснение. И здесь Пикок делает предпосылку о том, что существует связь между тем, что априори является достаточно вескими причинами для оценки содержания, и тем, что связано с пониманием предложения, которое это содержание выражает. Но даже вот эта содержательная предпосылка, она какого-то даже редукционизма в слабом виде не предполагает. И вообще предпосылка о том, что теория понимания имеет отношение к решению этих вопросов, она должна быть близка любому, кто признает, что понимание является вопросом понимания условий истинности. И для того, чтобы что-то давало обоснование или причину для оценки данного содержания, оно должно быть каким-то хорошим образом связано с условием истинности его приобретения. И если это так, то нормативные отношения, они должны быть связаны с природой понимания и с теориями условий истинности для этого понимания. И дальше Пикок переходит к формулированию того, что он называет принципами возможности, которые нужны для того, чтобы правильным образом понимать разговоры о необходимости. И один из первых принципов, которому уделяет достаточно много внимания, это принцип модального экстенсионала. В чем состоит его суть? Вообще, Пикок сначала напоминает, что проблема в том, что человек, который об этом размышляет, он был в состоянии понимать различия между положениями дел, которые являются возможными, и не являются возможными. То есть понимание состоит, проблема как раз в этом. Допустим, мы придумали какое-то предметное понимание этого различия. Мы, конечно, можем спорить с тем, что оператор необходимости, он включает в себя вообще понимание некого предметного содержания понятия возможности. Получается, что перед нами стоит задача формулировки условий возможности, то есть условий, которые должны выполняться, если спецификация положения дел является спецификацией, как мы дальше использовали, подлинной возможности, видимо, имея в виду, то есть возможности, вот не той возможности, которую мы используем, как что-то данное, как что-то, что не нужно фугировать, как что-то, что выражается в одних только логических системах, а вот возможность плюс понимание. И эти спецификации, они оказываются аналогичными, вот то, что называется ways for the world to be, которые обсуждаются современными модалистами. И по словам ГИКа, тот, кто понимает дискурс о модальности, он имеет форму некоторого имплицитного знания оценивших принципов модальности, которые и сообщают нам, какие положения дел являются возможными, а какие нет. И даже сильнее человек, который понимает модальный дискурс, он применяет знания принциповозможности для того, чтобы оценивать на истинность модальное утверждение. И ГИКа вводит некоторые вспомогательные понятия. Во-первых, для него носителями истины являются мысли. То есть он использует как мысли, так и пропозиции, но в основном он говорит про мысли с большой буквы. Это просто множество осмысленных выражений. Вспомогательные понятия – это также приписывания и допустимые приписывания, которые нужны для прояснения понятия подлинной возможности. И между ними есть такая связь, что спецификация является подлинной возможностью, если только если существует некоторое допустимое приписывание, которое считывает все элементы в качестве истины. И дальше он формирует условия, которым должно удовлетворять понятие приписывания. Вообще, для любого заданного приписывания соответствующая спецификация существует. Какие условия, которым должно удовлетворять приписывание, чтобы можно было говорить про спецификацию? Первое – это то, что в качестве осмысленного означает приписывание. Оно приписывает каждому атомарному понятию, сингулярному понятию, предикативному понятию, оператору на мыслях, квантеру, какое-то семантическое значение соответствующей категории. Семантические значения, вот, semantic values, как он их обозначает, это что-то вроде таких сущностей приязанности этого слова. Вот. И второе условие, которое он налагает, это то, что приписывание одно имеет ассоциированную с ним овость объектов, который будет диапазон квантеров в этом приписывании. Для многих целей, по словам Кикака, этих двух условий, в принципе, достаточно, потому что они позволяют нам описать понятие семантического значения для соответствующего приписывания по отношению к полному множеству мыслей. Вообще, семантическое значение, которое соответствует некоторому приписыванию, какое-то полное мысли, оно определяется стандартным образом из семантических значений атомарных понятий. В силу того, что мы просто понимаем семантические значения в смысле фреги, то у нас выполняется принцип композициональности, то есть семантическое значение сложной, ну, то бишь составной мысли, или понятие определяется по семантическим значениям его составляющих, а именно результат применения функции к аргументам, ну, или там, к кортежам аргументов. Так, если у нас семантическое значение, соответствующее приписыванию понятия, c – это какая-то функция, а семантическое значение, соответствующее приписыванию какого-то сингулярного понятия, то получается, что семантическое значение мысли c, m – это просто функция от соответствующего аргумента. И вообще для любого заданного приписывания, вот, как я уже сказал, существует соответствующая спецификация, и спецификация, которая соответствует данному приписыванию, это просто набор мыслей, которые она не считает истинными. И Пикок говорит, что иногда при этом важно рассмотреть свойства и отношения, которые никак не могут быть отождественны ни с чем на уровне семантических оценок в фреггерском смысле, то есть нужно какое-то дополнительное третье условие. Он говорит, что есть несколько значимых причин для признания такого рода свойств и отношений, которые отличны от семантических значений в фреггерском смысле. И самый убедительный способ понять роль такого выражения, которое занимает какую-то позицию в утверждении вида, типа, тот факт, что x есть f объясняет то-то и то-то, это просто ссылка на соответствующие свойства. И исходя из этого, Пикок говорит, что третье условие выглядит таким образом, что приписывание нам может приписывать такие свойства и отношения атомарным, предикативным и реляционным понятиям. Ну, то есть, когда мы используем вот это вот семантическое значение, то есть вот этот semantic value для обозначения семантического значения, мы отделяем его от оценки понятия в соответствии с приписыванием s. Под оценкой понятия, вот, это то, что называется значением свойств pro-value. Вот. Ну, как это описывается? Например, если у нас есть какое-то монадическое понятие, которое находится в соответствии с приписыванием, то ему сопоставляется монадическое свойство. Если у нас есть какое-то бинарное понятие, то ему сопоставляется бинарное свойство и так далее. И когда приписывания имеют дело со свойственными отношениями, мы можем объяснить понятие истинностного значения какой-то сингулярной пропозиции, которая построена из свойства и объекта, который этим свойством обладает, просто в соответствии данным приписываниям. То есть, истинностное значение какой-то сингулярной пропозиции p от x в соответствии с приписыванием будет истинным, если и только если, экстенсионал p в соответствии с приписыванием s, он отображает x в множество истин. И точно так же можно объяснять понятие истинностного значения в соответствии с приписыванием сингулярной пропозиции, которая состоит из ни одного объекта, а кортежа объектов и просто местных отношений. Понятие также можно, понятие спецификации можно расширить как соответствующее присвоение, и вот он дальше это делает через экстенсионал какого-то свойства. Мысли. Вообще можно позволить этой спецификации включать в себя не только мысли, но и какие-то сингулярные пропозиции, которые данное приписывание считывает как истинные. И Пикок считает, что существует вот такая вот... Ну, то есть как он предлагает связывать введенные им понятия, соответственно, вот семантического значения, значения свойства и экстенсионала свойства. Связаны они таким образом, что для любого понятия, для любого приписывания и для любой функции у нас семантическое значение понятия C при соответствующем предписывании S будет функцией F в том и только в том случае, когда экстенсионал значения свойства понятия C при соответствующем предписывании S, этот экстенсионал при соответствующем предписывании S просто был бы той функцией, которая и является семантическим значением понятия C. Нужно далее разработать какие-то... Ну, точнее, не разработать, а говорить какие-то допущения, которые мы принимаем относительно предписываний. Это тотальность и полнота. Да. То есть, каждое приписывание, оно приписывает семантическое значение каждому атомарному понятию диабазона. Вот, как кажется, причина для того, чтобы это принимать, она даже не в вивалентности состоит, при том, что... Ну, интуитивно кажется, что наши такие стандартные разговоры о возможностях в обыденном языке, они не предполагают рассмотрение их как тотальных и полных, в случае, например, если мы говорим про какие-то высказывания о будущем времени, в случае, там, если завтра пойдет дождь. Но Эпика говорит, что эти допущения необходимы для того, чтобы двигаться дальше, то есть некоторая идеализация. Дальше он оговаривает, что нам стандартной революционной семантики недостаточно для решения этих проблем, потому что отличие стандартной революционной семантики для модальной логики в том, что она, вообще говоря, не занимается вопросами о том, какие мысли являются истинными в данном мире. Вообще, есть основания говорить, что нет необходимости использовать понятие того, какие мысли или интерпретируемые пропозиции истинные в мире. И мы должны заботиться о том, как связано понятие истины с модальной валидностью схематической формулы. То есть потому что атомарные предикатные буквы и отдельные экостатные схемы, они смысла не имеют и не может быть речи о соблюдении каких-то ограничений, которые вытекают из выражаемых ими понятий. То есть семантика-то вроде есть, но она отвечает не на тот вопрос, который нам нужно. Потому что когда мы заботимся о модальной истинности, а не о модальной валидности, дело обстоит кардинально другим образом. Нас может, в принципе, интересовать вопрос о том, в духе является ли пропозиция или мысль о том, что, не знаю, там, все материальные объекты обладают каким-то свойством. Все сознательные существа, они такие-то и такие-то, все честные договоренности такие-то и такие-то. Является ли это необходимым или нет? И когда мы задаем такие вопросы, мы не можем уклониться от вопроса о том, действительно, ли понятия в этих мыслях могут иметь определенные экстенсионалы в данных обстоятельствах. И когда речь идет о выражениях модальной логики, которые не являются схематическими, то есть логические константы, то понятно, что стандартная модальная семантика, она принимает как должное какие-то моменты, которые связаны с объяснением то, что является элементом философской трактовки. Например, стандартная революционная семантика, она считает, само собой, разумеющейся, что если А истинно по отношению к какому-то возможному миру или Б истинно по отношению к какому-то возможному миру, то позиция А или В истинно по отношению к этому возможному миру. И, в принципе, нет никакой пользы от корректности принципа, но его корректность, она и не объясняется революционной семантикой, потому что революционная семантика, она записывает тот же самый принцип в правила оценки сложных форм по отношению к миру. Если бы кто-то пришел нас и спросил, почему это правило оценки является корректным для любого произвольного возможного мира, то модальная семантика, революционная семантика стандартная, она бы не смогла дать ответа на этот вопрос, потому что просто не в этом состоит ее задача. Задача ответа на этот вопрос – это опять-таки какое-то философское повествование. И понятно, что отличие от стандартной революционной семантики как раз в том, что не занимается вопросами о том, какие мысли являются данными истинными или нет. Один из важнейших вопросов в таком случае является тот, что определяет ограничения на семантические значения для данных понятий и осмысленных выражений в подлинно возможных мерах, то есть понятие о возможности плюс понимание. И правильный ответ на этот вопрос, он в качестве частного случая должен иметь ответ вопрос на то, что определяет условия, которые должны быть удовлетворены в актуально возможных мирах асемантическими значениями, присвоенными пропозициям и мыслям, которые содержат логические константы. Вообще, далее Викок говорит о такой штуке, как особенности логического следования, когда мы говорим, что из истинности предпосылок с необходимостью следует истинность выводов. Вообще, интуитивные объяснения понятия логического следования, они используют модальные понятия. Это верно для собственных интуитивных изложений, вот, например, Тарского. И как ссылается на работу Тарского, кажется, что такое логическое следование, вроде нее. Ну, в общем, на такую классическую работу о понимании логического следования. И Тарский, он говорит о предложении каком-то пропозиции, которая следует в обычном смысле из определенного набора других предложений, пропозиций. Здесь это не суть важно. Если все эти предложения истинные, то и предложение А должно быть истинным. Но модели, которые используются при обсуждении логических следствий, они ограничиваются моделями, в которых различные приписывания, они происходят только в пределах какого-то нелогического словаря. Так, например, опять-таки, дизюнкция А и Б, она истина в любой модели, если А истина в ней или Б истина в ней. Но это просто следствие того, что мы не изменяем назначение логической лексики или не заменяем их переменами, как это у Тарского и было. Вот, например, мы берем схему вида если А, то дизюнкция А и Б. Она не была бы верна во всех моделях, если бы мы варьировали приписывание, как мы это делаем с нелогическим словарем. Если у нас есть какая-то дополнительная причина утверждать, что обычные модели, которые используются при исследовании логических исследований, они соответствуют именно подлинной возможности в неактуальных мирах. Но эта дополнительная причина, она будет заключаться в том, чтобы проделать всю работу по объяснению границ подлинной возможности. То есть, опять-таки, стандартной семитической трактовки нам недостаточно теоретико-модельной. И если искать ответ на этот вопрос, даже для ограниченного случая логических констант, то в стандартных семантических теориях истины, которые не релективны относительно модели, в них искать ответ на этот вопрос бесполезно, потому что они не говорят о том, какие модели соответствуют подлинным возможностям. Конечно, некоторые теории не релективных относительно моделей, они используют модальные понятия и имеют в качестве аксиома такие принципы, как, например, необходимо, что любое предложение вида А или Б или истина, если А истина или Б истина. Но вопрос заключается в том, почему этот принцип является правильным. То есть, семитические теории истины, по словам Пикока, они не дают обоснования этого принципа, они просто говорят нам про его использование. Далее Пикок настаивает на том, что нам дает различие между априорным и необходимым. И вот он говорит, что если мы будем исследовать Крипке и Каплану в разграничении априорных истин от необходимых, то для нас оказывается менее правдоподобная попытка объяснить аспекты медиафетической необходимости, связав их с понятиями, которые предназначены для разъяснения валидности. То есть, мы ожидаем, что валидность будет относительно априорным вопросом. И вывод типа из П следует, что актуально П, он является априорным. Но это не делает его необходимо сохраняющим истину. Учается, что требования валидности, они будут сильно отличаться от требований теории метафетической необходимости. И это делает теорию моделей, которые задуманы как разъяснение теории валидности, не настолько перспективным ресурсом для того, чтобы разъяснять понятия метафетической необходимости. Окей, Пикака говорил, почему нам не подходит не то, что на стандартные революционные семантики, но почему нам вообще недостаточно семантических теорий истины для того, чтобы объяснять понятия о метафетической необходимости. Но какая есть положительная стратегия? Положительная стратегия состоит в том, что мы хотим попытаться охарактеризовать допустимость приписываний таким образом, чтобы для каждой действительно возможной спецификации существовало некоторое приемлемое приписывание, которое считывает истинные все мысли и пропозиции в этой спецификации. И цель характеристики допустимости этого приписывания состоит в том, чтобы дать какое-то объяснение того, почему приписывание, оно приписывает классическую истинностную функцию для конъюнкции понятию чередования. Причем в этом случае приписывание не является допустимым. Если по словам Пикака мы сможем сделать это правильно, то мы ответим человеку, постоянно формулируют какой-то довод и формулируют к нему какие-то возражения, потом эти возражения отвечают. И вот, допустим, человек, который будет говорить нам, давайте мы не будем ничем фундировать необходимость, давайте мы будем использовать какие-то конкретно логические системы, давайте мы используем стандартную революционную семантику. И если мы сможем сделать правильно, если мы правильно охарактеризуем допустимость приписывания, то мы сможем ответить оппоненту о теоретике модальных правил для логических констант правильным образом. Далее переходим непосредственно к принципу модального экстенсионала. Какие есть мотивации для формулировки этого принципа? Ну, во-первых, он дает нам необходимые условия для допустимости, то есть ограничивает экстенсионал, которое понятие можно получить от приписывания, даже если это приписывание является допустимым. Ну, и еще это то, что принцип модального экстенсионала, он распространяется на подлинно возможные спецификации того, как экстенсионал фиксируется в актуальном мире. Неформально его можно сформировать таким образом, что идея, которая лежит в основе принципа модального экстенсионала, начинается с того, что для любого заданного понятия C у нас существует какое-то правило R, применение которого и определяет фактическое семантическое значение C. И актуальный экстенсионал, он определяется путем применения этого правила R к фактическим экстенсионалам некоторых других понятий или свойств. Понятие C обладает определенным экстенсионалом, так как оно является то, к чему мы применяем правило R, когда R применяется к актуальным экстенсионалам некоторых других понятий или свойств как можно иллюстрировать принцип модального экстенсионала на примерах прежде чем перейти к его формальной формулировки ну вот приводит несколько примеров в частности такой уже избитый пример с холостяком допустим мы рассматриваем приписывание которое смотрит на понятие хвостяк предположим что правило r который фиксирует актуальное семантическое значение она создает в том что она является пресечением фактического экстенсионала понятия человек с актуальным экстенсионала понятия не состоящий в браке и принцип модального экстенсионала подразумевает что приписывание с допустимо только в том случае если семантическое значение которое с приписывать понять а хвостяк получим путем принятия пересечения их Awman который verdest вы менять и человек с актенсионала которые списывать понятию несостоящей браке если приписание с приписывают любом из двух понятий человек и состоящая братья из версии sampaihand отличный от его актуального экстенсионала то допустимое приписывание может преписать понятию хвостян как с sih сын ау который будет лично актуальна. В этом плане все просто пример, уже набивший скомину. Теперь, допустим, мы рассматриваем приписывание, которое рассматривается по отношению к понятию логической конъюнкции. Предположим, что S приписывает конъюнкции функцию, которая при применении к истинностным значениям true и false, которые взяты в указанном порядке, не дает истинностного значения false. Тогда S не будет приписывать конъюнкции семантическое значение, которое не является результатом применения того же правила для определения семантического значения, которому это S соответствует по отношению к мыслям, которые содержат конъюнкцию и применяются при определении этого самого семантического значения. По словам Кикака, в этом случае правило R, которое применяется при определении актуального истинностного значения конъюнкции, оно не зависит от экстенсионала каких-либо других понятий или свойств, так как это делает, например, актуальный экстенсионал понятия хвостяк из предыдущего примера. И по этой причине S просто будет считаться неприемлемым в соответствии с принципом модального экстенсионала. То есть это пример для каких-то логических связок. Как, например, будет работать что-то, что-то связанное с квантерами? Ну, например, рассматриваем мы какую-то мысль «Все планеты имеют форму сферы». Согласно этим предположениям, приписывание S является допустимым только в том случае, если функция S приписывает квантеру всеобщности пару каких-то функций, которые приписываются понятию «планета» и понятию «быть сферическим» в соответствии с вот истинностным значением true. И если бы приписывание S не делало того вышеозначенного, то оно не применяло бы то же правило при определении семантических значений, мыслей, которые содержат соответствующие квантеры. И это правило заключается в том, что вот в данном случае мы говорим вот такую конструкцию бинарную. И получается, что правило будет заключаться в том, что экстенсионал F он должен быть включен в экстенсионал G. То есть экстенсионал F это для планеты, экстенсионал G, это для быть сферической формы. И получается, что если S соответствует описанию, мы снова будем иметь нарушение принципа модального экстенсионного. Теперь, если у нас речь идет про, например, оператор определенной дискрипции. Ну, рассмотрим приписывание S, которое приписывает понятию F какую-то функцию, которая сопоставляет только конкретный объект X значению истины в множество труб, можно рассмотреть функцию, которая то же самое приписывание осуществляет отличительный оператор определенной дискрипции. Ну, предположим, что функция S приписывает J оператору функция, которая не сопоставляет, которая назначает F с каким-то уникальным объектом X. Тогда приписывание S, оно не будет в соответствии с принципом модального экстенсионала являться допустимым, потому что способ, которым мы фиксируем асимметическое значение определенной дискрипции от J от X, оно фиксируется в актуальном мире. Оно заключается в применении правила, согласно которому оно относится к объекту, если этот объект является какой-то уникальной вещью, которая является M. Можно далее перейти уже к формальному изложению принципа модального экстенсионала. Для этого он вспоминает фрагмент из именования необходимости к крипке для различия между жесткости де-юре и жесткости де-факто. В случае жесткости де-юре референция диссигнатора устанавливается как единичный объект. Говорим ли мы об актуальном мире или о контрпактической ситуации? Когда мы говорим про жесткость де-факто, то если у нас есть в описании X такое, что F от X, используется практика F, который в каждом возможном мире верен для одного и того же уникального объекта. Так вот, жесткая диссигнация в случае, например, характеристики числа 2 как наименьшего простого числа. И также он отсылает к работе Каплана про демонстративы и говорит, что оператор that, он является еще одним примером жесткого выражения де-юре, как и понятие, которое он выражает. И различие между тем, что де-юре является жестким и тем, что не является жестким, начинает проявляться только для выражений или понятий, для которых вариативность референции между возможными спецификациями находится под вопросом. Итак, он разделяет принцип модального экстенсионала на две части. Первая часть формулируется следующим образом, что для любого понятия, которое де-юре не является жестким, предположим, что фактическое семантическое значение понятия C определяется применением какого-то правила R к фактическим семантическим значениям понятий каких-то N штук понятий. И необходимым условием допустимости приписывания S является то, что семантическое значение понятия C, соответствующее S, оно является результатом применения правила к семантическим значениям вот этих N штук понятий, которые также соответствуют S. Таким образом обобщается изложенное выше необходимое условие. Просто сказав, что семантическое значение C, оно соответствующее приписыванию S, это результат применения того же правила, которое применяется при определении фактического семантического значения. В некоторых случаях правило R, оно может сделать актуальный экстенсионал, понятие, зависимым от фактического экстенсионала различных свойств. И в таких случаях допустимость приписывания потребует, чтобы семантическое значение, оно зависело от экстенсионалов, которые эти же свойства имеют в соответствии с S. Также основная часть, первая часть принципа модального экстенсионала, она может в равной степени применяться к атомарным предикативным понятиям. То есть, допустим, что какой-то актуальный экстенсионал атомарной наблюдательной концепции, вот какой-то ромбовидной формы, он состоит из всех тех объектов, которые имеют ту же форму, что и те, которые произвели бы определенный вид опытов в правильно воспринимающем субъекте. И то, что актуальный экстенсионал концепции настолько фиксирован, он не требует, чтобы концепция была принята в том виде, в котором она определяется. Потому что такое определение семантического значения в некоторых теориях просто было бы следствием условия владения понятием вместе с теорией о том, как семантическое значение, оно фиксируется в соответствии с условием владения понятием. И согласно этим предположениям предписывание является допустимым в том и только в том случае, если оно приписывает вот этой вот ромбовидной форме экстенсионал, который включает в себя именно те объекты, которые в соответствии с этим предписыванием имеют ту же форму, что и те, которые произвели бы определенный вид опыта в правильно воспринимающем субъекте. Кстати, это иллюстрирует важное предположение о том, что рассматривая нами круг заданий этого дела достаточно исчерпывающий в том плане, что они определяют экстенсионалы всех свойств и отношений, от которых зависит актуальное семантическое значение данного атомарного понятия. Если кто-то считает, что, допустим, мы на самом деле не можем понять идею о том, что какое-то конкретное правило способствует определению актуального семантического значения понятия, то основная часть принципа модального экстенсионала, она не формулирует существенного ограничения на допустимость приписывания и, следовательно, на возможность, которую мы определяем в сервере допустимого приписывания. И вообще аппарат и тезисы, они зависят от применимости такого понятия нормы, которое включает в себя объяснение этой самой нормы, почему понятие имеет тот экстенсионал, который оно имеет. И для того, чтобы разъяснить это дело, формируется вторая часть принципа модального экстенсионала, состоящая в том, что для любого понятия С, которое до Юра является жестким и чье актуальное семантическое значение какое-то А, то для любого допустимого приписывания С семантическое значение С, которое соответствует приписыванию С, это же самое А. Как и до этого, обе части принципа следует понимать как обобщенные на произвольные категории понятий и соответствующие им виды семантического значения. Понятно, что когда мы рассматриваем принцип модального экстенсионала, который суммулирован для выражений, то конкретное значение таково, что в языке с ним связано только семантическое значение, но не понятие. Он может применяться вот именно в соответствии с второй его частью, для чего он, собственно, его нужен, потому что не случайно отговаривается, что именно собственные являются жесткими до Юра. Разделение на первые и вторые части, оно с вами как и должно помочь развеять любое впечатление о том, что какой-то неправомерный модальный элемент, он играет определенную роль в правиле, который формулирует способ определения актуального семантического значения этого понятия. Ну, там он в частности расписывает примеры с вот этим вот. Господи, я. Там связь накапывая и формулирует вот этот вот оператор дед, он более подробно расписывает его в случае второй части формулировки принципа модального экстренциального. Я на этом остановиться не буду, это просто иллюстрация для тех, кто знает, в чем прикол этого оператора невосредственно в работе Каплана. Ну, и Капик обобщает изложенные здесь два условия в форме вот такой общей формулировки вида того, что их можно объединить. Эти две части по факту можно превратить в какую-то общую формулировку о том, что приписывание S является допустимым в том и только в том случае, если любого понятия C его семантическое значение, соответствующее S, является результатом применения того же правила, которое применяется при определении фактического и семантического значения C. То есть мы получаем принцип модального экстренциального в форме такого вот критерия, критерия того, что приписывание является допустимым. И в случае даюра жесткого понятия правило, которое применяется в определении фактического и семантического значения. Оно либо будет содержать этот жесткий элемент, либо будет просто фиксировать объект и ничего более. Вот. Я пока что хочу на этом остановиться, потому что дальше PICAC формулирует соответствующие возражения, прежде чем перейти к формулировке второго принципа возможности. И я думаю, что на сегодня, в общем, все. Просто в следующий раз я напомню эти принципы, их формулировку и подробно извожу какие-то возражения на эти принципы и ответы на это дело. Потому что вот сегодня я хотел просто обозначить какие-то технические пререквизиты и предварительные понятия, которые PICAC формулирует, чтобы уже сформулировать свою теорию понимания и оппонировать ей и возражать на эти, отвечать на эти возражения. Вот. Примерно как-то так на сегодня. Ага, спасибо. Позвольте, я скажу. К сожалению, я не могу ответить на вопрос Арсена в отношении бинарных свойств. Это же непонятно. Бинарное свойство должно быть отношением. Ну вот да, да. А когда мы как бы отделяем друг от друга свойства и отношения, какое-то смешение происходит этих понятий. Да. Ну вот у меня вопрос немножечко из другой области. Обычно, когда мы говорим об истинности пропозиции, то выделяются не только необходимые истинные пропозиции и возможно истинные истинные, но и выделяются пропозиции, которые являются фактически истинными. Вот. И это, мне кажется, очень важно, особенно для эпистемологии, выделять какие-то пропозиции, которые не являются необходимыми истинными, и являются фактически истинными. Можно сказать, что это случайные. Случайные истины, случайные истинные пропозиции. Вот. Мне не очень понятно, как это можно связать с модальностями в области метафизики. То есть, у нас должно что-то быть метафизически необходимым, метафизически возможным, и… А третье что? А можете привести примеры подобного рода фактической истинной? Ну, например, планет Солнечной системы – 8. И вы считаете, что это не необходимое истинное утверждение, и оно как бы и не случайное истинное? То есть, от чего оно в таком случае зависит? Почему? Это случайное истинное. Фактически истинное, они являются случайными истинными, они зависят от действительного мира. Ну, вот так вот. Мы можем сказать, что возможно, что планет 9, то есть, это вписывается в разговор. Ну, да. Ну, вот в области метафизики мне не очень непонятно, что такое метафизическая случайность. Что такое метафизическое случайность? Ну, случайность, наверное, Пика хочет говорить про модальности вида необходимости и возможности, не включая в себя что-то, что является контингентным, и останавливаясь только на этом. То есть, мне кажется, он считает, что при определенной перефолировке в случае каких-то конкретных примеров мы понимаем, что либо у нас есть истинные виды, которые не являются необходимыми. Мы можем представить какую-то фактическую ситуацию, либо у нас появляются какие-то истины, которые не являются априорными, но являются необходимыми. Вот как классический пример еще у Квипки про то, что вода — это H2O. Мне кажется, он просто считает, что при анализе, который предшествует разговору о необходимости и возможности, о метафизическом разговоре об этих вещах и о разработке соответствующих теорий понимания, мне кажется, он считает, что просто сначала мы классифицируем их, либо они относятся к метафизической необходимости и возможности, либо мы просто, не знаю, не включаем их в область нашего рассмотрения. Но это я опять-таки за пик додумываю. Но мне кажется, что так можно было бы ответить. Ну, хорошо, Арсен, надо подумать. Всяком случае, интересно. Спасибо. Ну, вот по поводу вопроса о бинарных понятиях, бинарных свойствах. Да, это у Квипка на 128-й странице об этом говорится. Он там сначала рассматривает монодические понятия и монодические свойства, потом говорит о том, что есть бинарные понятия, бинарные свойства, и говорит, и так далее. Ну, и насколько я понимаю, бинарные свойства, почему они не являются отношениями, потому что там упорядоченная пара в качестве одного из аргументов берется. То есть это некоторый единый объект. Пара же это один объект. А, то есть это не множество пар. Это имеется в виду, да? Окей. Ну, или там не два. Там, не знаю, если мы, допустим, возьмем там стол находится слева от окна, допустим, да? Тут два объекта, стол и окно. Ну, и получается находиться слева от, мы можем интерпретировать как множество вот этих вот упорядоченных пар. И упорядоченные пары мы можем считать как единым объектом, а также можем их по отдельности брать, просто эти аргументы и вставлять в определенные места. В зависимости от того, скольки местная у нас функция. Если она одноместная, мы пару считаем одним объектом. Если она двухместная, мы их по отдельности просто вставляем в нужные места и все. Ну, я, по крайней мере, так понимаю. Ну, теперь стало объяснение, да. Хорошо. Вот, я, правда, немножко не понял комментарий Дмитрия Владимировича по поводу случайности. Дмитрий Владимирович, не могли бы вы еще развернуть свою мысль? Ну, давайте попробуем сейчас немножечко в другом направлении. Если мы берем традиционную философию, то там выделяются осуждения аподектические, ассоторические и проблематические. Вот эта троица очень даже уместно. Тут мы покрываем область тех истин, которые являются случайными истинами. Но случайные истины, они нисколько не менее истинны, чем необходимые истины. И если посмотреть на проблематику метафизической необходимости и возможности, то у нас какая-то дырка образуется. С одной стороны метафизическая необходимость, с другой стороны метафизическая возможность. А где же метафизическая случайность? Или метафизика, она принципиально отличается от эпистемологии? В эпистемологии мы не можем никак избежать вот этих случайных фактических истин. А в метафизике, получается, можем их избежать? Ну а чем, например, не устраивает такой более-менее стандартный подход, когда случайные истины определяются через необходимость? Ну то есть, допустим, П – это какая-то случайная истина, то мы как ее можем выразить, что она случайна? Мы говорим, что «не необходимо П» и «не необходимо не П». Ну, можно еще сказать, что это «необходимо-возможно» и так далее, но вот как-то это… Ну вот «необходимо-возможным» я вот не знаю. Ну, может быть, так как вы предложили лучше, я не буду спорить. Ну вот как-то это… Ну, не симметрия, получается, между эпистемологией и метафизикой, а симметрия какая-то получается. Да, вот по поводу «необходимо-возможного» на самом деле интересно, как можно было бы с точки зрения представленного подхода объяснить вот эти вот итерированные модальности. Если они не схлапываются до одной, то это значит, что у нас есть какие-то способы установления значения истинности в предложении с ними. Но они вроде как… Ну, непонятно, короче, могут ли они… Могут ли их значения и истинности устанавливаться точно так же, как значения истинности в предложении с одной модальностью? Я бы тоже на это было интересно посмотреть, что я могу сказать. Ну, если я правильно понимаю, Пикок ведь говорит о том, что какие-то априорные правила должны задавать, то, каким образом модальные понятия используются. Ну, то есть я просто не вижу… Ну, технически-то понятно, что здесь можно задавать вопрос, но если модальные понятия определяются каким-то набором правил или каких-то априорных принципов, то вполне эти априорные принципы, наверное, могут содержать… Ну, предполагать, точнее, предполагать итерированные применения, ну и, соответственно, вот итерированные модальности как-то будут у нас работать. Ну, как обычно, допустим, семантики раскладываются, да, если у нас несколько модальностей подряд. То есть обычное у нас определение истинности формул индуктивным путем дается, ну и, соответственно, вот по индукции мы разбираем конструкцию, вот это сложно, и все. Ну, все равно мне очень понятно. То есть по смыслу кажется, что приписывание какому-то, какой-то пропозиции характеристики возможностей должно отличаться от того, когда мы говорим, что она необходима, возможно. Но как именно должны работать правила в этом втором случае, если они должны работать отлично от первого случая, я вот не понимаю. То есть мы, конечно, можем расписать условия истинности, да, но поскольку, если я правильно понимаю, как это сказать, точкой отсчета все равно является применение этих правил при определении фактического значения, то когда возникают вот такие вот итерированные применения, короче говоря, когда мы должны второй раз навесить вторую модальность, мы опять должны вроде как отталкиваться от фактического значения. Однако оно у нас уже модально. А почему мы должны от фактического значения отталкиваться? Ну, то есть вот что я имею в виду? Допустим, если представить достижимость между возможными мирами как некоторый путь, то тогда у нас получится, что если мы находимся в каком-то мире оценки, в котором оцениваем возможно P, то это означает, что из этого мира мы можем перейти в хотя бы один, ну, то есть существует хотя бы один путь в мир, где P будет истинным. Да, и если там у нас еще необходимость, то тогда получается, что мир оценки у нас сдвигается чуть дальше. И это будет говорить о том, что по любому пути, по которому мы сейчас будем двигаться, мы попадем в мир, из которого есть путь в тот мир, где есть P. Ну, что это значит с точки зрения эпистемологии? Вот что непонятно. Ну, а почему для того, чтобы понять, что это значит с точки зрения эпистемологии, нам нужно опираться на фактическое истинностное значение или какое-то фактическое значение? То есть связанное, видимо, с актуальностью как-то? Ну, вообще да. У нас же нет требования, чтобы... именно значение истинности как-то вычислялось, исходя из актуального. У нас есть требования только, чтобы правила были теми же самыми. А вообще, может кто-нибудь сказать для Пикока, насколько идеи актуального мира являются важны? Я вот не уверен насчет этого. То есть актуальный мир же можно вообще не рассматривать. Просто есть мир оценки и все. Какая разница, какой из возможностей миров актуальный? Ну, такое ощущение, что не то, что выводы сильно волнуют. Да, вот мне почему-то тоже так кажется. Тем более, если учесть, что модальное знание у нас является знанием, которое опирается на приорные какие-то принципы. Но у меня, в принципе, тоже много всяких вопросов по поводу Пикока. У меня нет понимания пока того, как он описывает модальности. Вот не знаю, может быть, кто-то еще хочет что-нибудь сказать или задать какие-то вопросы. Ну, видимо, на сегодня пока все у нас, все вопросы исчерпаны. И мы усиленно думаем над теми вопросами, которые правильно нужно задать, чтобы получить ответ. И это бы что-то нам прояснило. Раз вопросов нет, видимо, тогда стоит на сегодня закончить. Ну, и я так понимаю, в следующий раз мы продолжим с этой главой. Да-да, еще раз спасибо Арсену за детальное рассмотрение. Надо будет много думать, чтобы это все осмыслить. Спасибо. Да, много думать вообще полезно. Правда, очень лениво. Да, еще раз большое спасибо, Арсен, за сегодняшнее выступление. Ну и всем тогда до свидания. Редактор субтитров А.Семкин